Друзья, приветствую вас! Вы на канале Народная Семьи. И с сегодняшнего дня мы запускаем рубрику Кувыркалочка. В ней будут наши постоянные гости приходить. Это малыши-спиртуозы. На фоне этих малышей-спиртуозов мы попробуем оценить вкус, качество, возможно, даже какие-то интересные истории, связанные с этими напитками. Попробуем что-то прикольное сделать с этими. Вот на фоне 50 грамм попробуем разобраться, надо брать или не надо. Начнем. Сегодня наш первый участник это Глинфидик в Тубе 15 лет. Дорогие друзья, почему я решил именно начать с него? Сколько про Глинфидик я уже слышал. Это просто интересно. Ужас. Пить нельзя. Воняет. Что-то там переплатили в три дорого. Давайте разбираться. Немножко полистав, мы понимаем, что название в переводе с гальского языка обозначает Долина Серм. Строительство Линокорни началось в 1886 году. А саму работу в конце 1887 года началось само производство. Мы вот посмотрели, Глинфидики есть 12, 15, но вот у нас 15. Этот виски выдерживается в трех различных бочках. С-под хереса, бурбона и новых дубовых бочках. Слушайте, даже вот не продолжая, это реально что-то должно быть вкусное. Я не могу поверить людям, которые говорят, что это какое-то, за что мы платим, там, 5-е, 20-е. Короче, медовость, нотки вереса, ванильные помадки и фруктов. Но это реально должно быть что-то, ну, на солодовый виски, ну, как, не знаю. Послескусие написано богатое, очень приятное, надолго оставляет ощущение сладости. Сладости. Это первая наша книжечка. Вторая книжечка очень интересная, дорогие мои друзья. Я вот ее как-то давно приобрел, а вот благодаря ей так немножко что-то вот разбираемся. Здесь прикольно все сделано. Наш Глинфидик, 15 лет, Солера. Солера, да? Вот как можно говорить, что это ерунда? За что мы переплачиваем? Есть, написано апельсиновый, мед, изюм, херис, марципан, корица и ваниль. Стоит в определениях, там, где мы смотрим, по максимуму дается пятерка, стоит четверка. На первом месте, там, где идет аромат, стоит древесность. Послевкусие, написано плодовое. Сам вкус плодовый. Стоит обалденная, по шкале оценок, не пятерки, извините, четверка. Спейссайд. Будем разбираться. Поехали. Откроем. Тупо прикольное. А мне нравятся такие маленькие. Достаточно, ну, дешево, наверное, для вот такого вот спиртуоза, малыша спиртуоза, 50-граммового. Ну, по-моему, рублей 12 я отдавал на заре. Он стоит уже, если честно вам сказать, года 2 или 3, наверное, стоит, ждет своей участи. Все никак мне до него не могу добраться. Вот, наконец-таки, такая вот рубрика, как кувыркалочка, вот она нам даст повод открыть этого замечательного спиртуоза. Значит, 15 лет, солера, глинфидик, сингл мол, скотч, виски, шотландские виски. Слушайте, все, по идее, то, что мы вот почитали, посмотрели, книги не зря мы открыли, изучили. Все должно быть бомба. Открываем, не будем никого слушать. Пока сами не разберемся, так сказать. Открывается. Ну, да вот. Ну, вот уже сразу сладость обалденная. Это какой-то мед, какая-то грушка, какое-то яблочко, все вместе. Ну, давайте, ладно. Вылим сразу все. Чего тут уже? Вот строчки-то красивые. Поставим прям рядом. Дадим подышать? Надо все-таки ему дать подышать. Ну, что ж, продолжим. Постояло минут 15. Взял, взял, взял водички. Взял, взял, взял водички. Волнуюсь очень сильно, дорогие друзья. Очень волнительный момент. 15 лет, на самом деле, на самом деле, я, наверное, 15-летний, наверное, виски и не пил никогда. Максимум 12. Ну, что ж. Цвет очень приятный. Достаточно, знаете, медово-солнечный такой, скажем так. На закате такой, да. Ну, достаточно. Есть такая небольшая спиртуозность. Да, такой вот идет. Вот, ну, сейчас, мы сейчас дойдем до этого. Мы все это должны. Ну, запах идет очень такой, вот, помимо того, что спиртуозность, но идет очень такая сладкая. Сладкая нота. Возможно, вот, да, все, как мы прочитали, это какой-то мед, ваниль. И идет какая-то древесность дубов. То есть, вот, все-таки, то, что в трех бочках, скорее всего, из-под хереса и дубовых бочках, вот, оно дает такой вот вкус. Выпьем, дорогие друзья, попробуем. За вас. Если не сложно, поставьте лайк, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик. Ну, мало ли, захотите вернуться к нам еще раз и посмотреть, может, что-нибудь дельное поставить еще где-нибудь лайк. Поехали. Ну, вы знаете, немножко так обжигает. Но. О, пошло вот сейчас. Вот оно послевкусие пошло такое древесное, такое дубовое. И сразу же вот накатывает, вот как по небу, идет вот вся эта сладость. За счет этого сразу же вот спиртуозность как бы немножко дала. вот так обожгло, сразу скажу, обожгло. Нету такого, как ром, там, я пробовал там сладенькие такие, которые там просто там, это самое. Но здесь достаточно вот сразу же раз. Интересно. Надо в догоночку давать за вас еще раз. Лайк поставил. Ну, вторая пойдет поприятнее, я думаю, будет вообще очень хорошо. Ну, да, вторая пошла полегче. Уже сразу такая. Все вот это вот медовость. Такая интересная. Да, что-то такое вот из ванильных и таких сладких, а вот как конфетка дюшес. Возможно, такой лимонад дюшес, даже вот лимонад. Вот, кстати, да. Очень похоже. Я не знаю, кто там что плел, простите меня, но говорит, что переплачиваю. Я возьму себе лучше... Да нет, дорогие друзья. Я возьму себя за 40 рублей белорусских и буду сравнивать с 15-летним глинфидиком. Не смешите меня. Я не такой уже там сильный разбиратель напитка. Но поверьте мне, вот это и за 40 рублей ну, разницы нету, может сказать, какой-то дилетант. Да простят меня дилетанты. Да, ты такой виски не будешь покупать. Каждые выходные, встречаться с друзьями. Он стоит, там, бутылка в районе, там, по-моему, сейчас 150. Если даже не поднялись акцизы, поднялся процент. Процентная ставка, это, по-моему, сейчас она даже и дороже стоит. Напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого, где вы видели 0,7. Или даже хотя бы маленьких. Я даже в маленьких тубах уже перестал видеть даже, что они продаются. Вот, что самое удивительное. Ну, о чем мы говорим. Мы говорим, что за 40 рублей я куплю. Куплю таких 4. Ну, можно, да, 4 покупать. И четверо выходных. А можно просто вот... Слушайте, вот сейчас это хорошо вообще по нему-то катается. Короче. Не будем затягивать эту прекрасную рубрику. Это же кувыркалочка. Кувыркнули и все, будь здоров. Значит, ничего не соврали. Значит, все плодовые ароматы. Мы вот здесь вот поняли, что тут какой-то мед, там, 5-е, 20-е. Еще есть даже, да, изюм можно почувствовать. Чернослив. Лемонграсс, лайм. Крыжовник. Надо сидеть просто долго, разбираться. Ну, цитрусовые ароматы, да, на самом деле, это цитрусовые ароматы, которые действительно в больших пропорциях, вместе с сочетанием дуба, они делают этот напиток, ну, прекрасным. Если не сказать, что божественным, но прекрасным. Поэтому оценка 5. Садись 5. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, если досмотрели это видео до конца. Ну, поехали. За вас. Чтобы эта рубрика процветала, набрала много лайков. Продолжим. Ну, третья вообще зашибись. Спасибо, что досмотрели, лайк поставили. Все. Надеюсь, эта рубрика вам зашла или зайдет. И мы с удовольствием продолжим. Пишите в комментариях, стоит ли продолжать. Народно самолево с вами. Господа, всем большой. Как-то сказать, хотел сказать рахмет, но какой рахмет. Всем большое спасибо. Всех обнял-приподнял. Пока.